Всем привет! Сегодняшний ролик будет интересен моим подписчикам, другим пользователям моего канала, которые увлекаются хлебопечением. Мой любимый магазин Эко-товары РФ попросил меня сделать обзор новой линии муки. Именно в этом магазине уже много лет я постоянно покупаю продукцию для хлебопечения. Здесь я покупала и формы для выпечки хлеба, и расстоечные корзинки, и другой инвентарь, который вы часто видите в моих роликах. Покупала муку различных производителей. Мука здесь всегда свежая, качественная. Покупала солод, патоку и много-много всего другого, все что нужно для хлебопечения. Сейчас вы видите линию муки, которую я буду тестировать. Это Кубань-матушка, Краснодарский край. Ссылку на страницу этой линии муки на сайте магазина Эко-товары РФ я дам в описании под видео. Здесь вы уже увидели четыре вида пшеничной муки, два вида ржаной муки и гречневую муку, которую тоже интересно протестировать. Хорошей, я считаю, ту муку, из которой получается хлеб хорошего качества. А качество хлеба, как мы знаем, характеризуется вкусом, ароматом, объемом, видом корки, характером пористости, внешним видом мякиша и его консистенции. И сегодня я буду тестировать пшеничную муку Кубань-матушки первого сорта. Для начала ставлю закваску опару. Здесь у меня две столовые ложки стартера стопроцентной влажности. Это примерно 30 грамм. 100 миллилитров воды и 100 грамм пшеничной муки первого сорта Кубань-матушки. Все это я хорошо перемешала. Накрываю крышкой и оставляю для созревания часов на 9-10. Я проделываю это утром в 11 часов для того, чтобы моя закваска опара созрела к 8-9 часам вечера. Закваска созревала у меня ровно 9 часов, но на всякий случай я хочу проверить ее состояние готовности. Проверяется все это очень просто. В неполный стакан воды я выкладываю небольшую часть закваски опару, примерно половину чайной ложки. И далее буду наблюдать, останется закваска на поверхности воды или утонет. Закваска прекрасно держится на поверхности воды, я даже немного пытаюсь ее утопить с чайной ложкой, но она снова всплывает и тонуть не собирается. Это признак готовности закваски опары к замесу теста. Выкладываю всю закваску опару, держу тестомеса. Добавляю 240 миллилитров воды, просеиваю муку. Муки мне понадобится 470 грамм. Добавляю 1 чайную ложку с горкой соли. Замешивать тесто буду в тестомесе минут 5 на второй скорости. Вот такое получилось тесто. Мягкое, чуть липковатое, однородное. В середине замеса я добавила в него 2 столовые ложки растительного масла. Укладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Немного теста подкатываю. Вот такое получилось тесто. Мягкое, очень приятно на ощупь, натуральное, живое. Выкладываю тесто в миску, немного смазанную растительным маслом. Тесто тоже стараюсь немного смазать растительным маслом, чтобы в процессе расстойки оно не подсыхало. Миску с тестом накрываю и оставляю для брожения на 2 часа. Через 2 часа проверяю тесто. По времени это должно быть уже часов 10 вечера. Проверяю тесто. Вижу, что закваска уже вовсю начала работать. Тесто увеличилось в объеме, в нем появилась пористость, появились пузырьки газа. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, немного присыпанную мукой. Руками разминаю тесто в лепешку и далее буду формовать из теста жгут. Растаивать тесто буду вот в такой корзинке из ротанга. В корзинке еще осталась мука от хлеба, который я пекла вчера. Если хлеб печете каждый день, то корзинку можно не чистить. Если каждый день не печете, то желательно ее очищать от муки. Добавляю в корзинку еще муки. Это у меня пшеничная цельнозерновая мука. Это мука грубого крупного помола и когда тесто на ней растаивается на этой муке, оно не должно прилипнуть к корзинке. Выкладываю заготовку в корзинку швом вверх. Заготовку буду отправлять на расстойку в холодильник на всю ночь. Заготовку присыпаю мукой также цельнозерновой. Это должно уберечь тесто от прилипания пленки, которой я буду закрывать заготовку. Стараюсь пленку поднять над заготовкой как можно выше. И отправляю заготовку в холодильник на расстойку на всю ночь. В холодильнике тесто растаивалось ровно 9 часов. Вижу, что за время расстойки заготовка удвоилась в объеме. Я считаю, что это нормально. Теперь заготовку очень аккуратно нужно выложить на пергамент. Очень медленно руками поддерживая тесто переворачиваю корзинку на пергамент. И теперь самое главное, чтобы заготовка сама, не нарушая своей целостности, выпала из корзины. Если бы мы обсыпали корзинку пшеничной мукой высшего или первого сорта, то тесто вполне вероятно прилипло бы к корзинке и хлеба бы тогда не получилось. Я очень медленно и аккуратно приподнимаю корзинку, держу ее на весу и терпеливо жду, когда заготовка сама выпадет из корзинки. Возможно, нужно было больше присыпать корзинку цельнозерновой мукой. Но вот я уже чувствую, что заготовка отлипает от корзинки. Получилось все нормально. Я даже перекрестилась, потому что жалко, когда твой труд пропадает. Я это потому так подробно рассказываю, чтобы вы тоже имели в виду данную ситуацию. У меня был уже печальный опыт и мне было очень жалко моего хлебушка несостоявшегося и моего труда. Делаю на заготовке надрез, делаю сбоку. Вы можете любой надрез сделать, можете несколько надрезов сделать. Это по желанию. Надрез делайте глубокий, потому что тесто холодное и когда его поставим в духовку, в горячую, оно сразу же начнет расти вверх. И чем глубже вы сделаете надрез, тем больше вероятности, что хлеб при выпечке у вас не порвется. Отправляем заготовку на выпечку в хорошо разогретую духовку до 220 градусов по Цельсию на 35-40 минут. Процесс выпечки обязательно контролируйте. Будет не лишним, если первые 15 минут выпекать хлеб с паром. Выпеченный хлеб я сразу же выкладываю на решетку и оставляю его здесь до полного остывания. Вы только посмотрите, как хлеб поднялся вверх во время выпечки. Хлеб немножко остыл, стал более мягким. Чем больше хлеб остывает, тем мягче и мягче становится его корочка. Разрезать хлеб желательно только после того, как он полностью остынет. Тогда структура мякиша его полностью сформируется, станет пористой, красивой. Нам очень понравился этот хлеб. Он вкусный, он ароматный. Это такой интересный метод растойки теста на закваске в холоде, который, казалось бы, противоречит мнению, что закваска боится холода. Потому что хлеб в результате получается очень вкусный и совсем не кислый. Ну и, конечно, мука, которую я тестирую, показала себя в этой выпечке очень достойно. Хорошая мука, однозначно буду ее покупать. Более подробно с линейкой муки Кубань-Матушка вы можете ознакомиться на сайте магазина Эко-товар РФ. Ссылку на сайт я дам в описании под видео. Кроме того, заказывая эту муку по промокоду AVROBA10 вы получите скидку в размере 10%. Субтитры сделал DimaTorzok